В краевой столице может появиться новая достопримечательность, которая станет еще одной визитной карточкой Красноярска. Пока рабочее название памятника «Сын Отечества» и «Защитник Отечества» и посвящена скульптура будет простому сибирскому солдату. Но самое интересное то, что каждый из нас может поучаствовать в создании этой скульптуры. Как именно мы узнаем у наших гостей? В студии Андрей Злобин, главный специалист администрации железнодорожного района Красноярского края. Андрей Косаткин, главный архитектор проекта, член Союза архитекторов России. И Вера Баталова, председатель Союза ветеранов железнодорожного района. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Расскажите нам, почему решили затронуть именно военно-патриотическую тему? Администрация железнодорожного района позиционирует себя как одна большая дружная семья. И на территории района проходит очень много разнообразных патриотических мероприятий. В том числе и с молодежью, и с призывниками, и с ветеранами. И имеем на своей территории такое знаковое место, как сборный пункт Красноярского края, где со всего края отправляются нас на службу вооруженные силы призывники два раза в год в весенний-осенний призыв. А также уходят туда и на спецоперации в горячие точки сотрудники правоохранительных органов и спецподразделений. Поэтому место выбрано не случайно, поскольку хотим создать на этой территории еще одно культурное общественное пространство, которое будет, так скажем, заряжать на службу, заряжать своим патриотизмом не только тех ребят, которые уходят на службу, но и тех, которые еще только собираются. У нас уже разработано много мероприятий, связанных с этим местом. Это и торжественные проводы призывников, экскурсии, уже школьников. К тому же само место, оно интересно тем, что его могут посещать те проезжающие, в общем, гости нашего города, не выходя особо далеко за пределы железнодорожного вокзала. То есть выйти из вагона, да? Да, можно, пока поезд стоит на перроне, можно выйти из вагона, сделать фотографию на фоне этой скульптуры и сказать, да, я был в Красноярске. Самая близкая Красноярская достопримечательность получается. У нас есть там паровоз и будет, если это будет, будет очень красиво, будет знаково и можно будет хвастаться этим Красноярску. Поскольку мы провели такой анализ, ни в одном городе России еще не построено, не стоит памятника современному призывнику, современным ребятам, но вот нашим, нашей молодежи, которые идут сейчас также защищать с честью нашу Родину. Скажите, ну а может быть вы как-то горожан спрашивали, как они к этому отнесутся, хотят ли они этот памятник? Естественно, мы над этим проектом работаем, наверное, вот уже почти год. Почти год от идеи до уже создания скульптурной композиции. У нас реализация этого проекта разделена была на несколько этапов. В первую очередь мы сначала работали с нашими архитекторами, потом размещали информацию об этой идее в средствах масс-информации, в социальных сетях, то есть опирались непосредственно на мнение и молодых граждан, молодых ребят и старшего поколения. И в процессе этих опросов даже потом уже непосредственно вот Совет ветеранов начали собирать подписи за установку этого объекта. И порядка тысячи подписей мы собрали. Это в основном общественники, общественные организации, молодежные патриотические клубы. Ну, пока, то есть вот настроение у всех, конечно, позитивное, потому что тема действительно актуальная, нужная. И, собственно, она лежит на поверхности. Нам ее здесь только установить, поставить, и вокруг нее будет уже и, собственно, жизнь, и вот сама эта патриотика, патриотизм. Вот он прямо здесь. Вот они здесь ребята. И вот такой же, как он, как такой же простой русский парень в военной форме. Еще даже там, когда они уходят, они же ему только выдают новую форму. Она больше их. Поэтому у нас в скульптуре такой немножко, ну, не так, как изображают он обычно. Ну, Андрей Борисович, ну, давайте расскажем подробнее, как это будет выглядеть. Значит, ну, прежде всего я хочу сказать об организации пространства, в которое были помещены вот эта вот скульптурная композиция, разработанная нашими скульпторами красноярскими, это Ткачуком и Киеницыным. Вот. Значит, принцип какой был? Когда мы проектировали привокзальную площадь, значит, у нас получилось так, что рядом с привокзальной площадью появилась площадь, где находится паровоз. То есть они были, ну, как бы, архитектурно завязаны друг с другом. И когда предоставилась возможность сделать площадь, которая находится перед кровьим сборным пунктом, получилось так, что эти три пространства, они как перетекающие одно друг к другу. Поэтому, ну, было очень логично завязать эти все три пространства, что и было сделано. Вот. А идея создания именно двухфигурной композиции, она понятна, она читаема, то, что будет находиться, как бы, мать, мать Родина, так скажем, и сын, сын Отечества, который уходит в армию, которого она провожает, ну, нарадные подвиги. То есть вот такая вот философия. И то, что, как бы, легкое соприкосновение, там они руками касаются друг друга чуть-чуть, прямо там какие-то миллиметры, это создает еще большее напряжение во взаимодействии двух скульптур, двух фигур. Вот. Поэтому именно стремились передать вот это напряжение, ну, и интересное, ну, движение между ними. Угу. А насколько большая будет сама скульптура? А сама скульптура примерно около трех с половиной метров будет. То есть значительная. Ну, да. Скажите, а был ли какой-то, может быть, конкретный прототип, с кого делали, или это очень сильно такой... Собирательный образ. Собирательный образ, да. Ну, вообще, образ был первоначально. То есть, когда мы начинали это делать, приглашали именно ребят молодых, которые вот только-только ушли в армию, их даже одевали в форму, которая, ну, как бы, полагалась именно этому, ну, как бы, роду войску ходить в армию. Вещь-мешок, скрутки там, ну, вот полностью все. То есть, вот такой момент был у нас. Все было проще. Мы пришли на сборный пункт, прямо вот, непосредственно туда, посмотреть, кто, как вот эти ребята выглядят. Выглядят. Взяли одного, ну, нового офицера, подвели. Несколько их ребят, мы их по кругу отфотографировали. И уже Андрей Валерьевич на их основе создал. Ну, естественно, у ребят мы взяли контактные данные, поэтому... Слово-то не узнать. Да, да, мы обязательно подвели. Ну, по крайней мере, знаете, облик, силуэт, вот форма, это все взято из натурального, ну, как реалистичного. Портретное сходство, оно еще где-то дорабатываться будет там с определенными... Мы, наверное, еще к вам, Вера, обратимся. Я так поняла, что у нас Совет ветеранов, он был одним из самых таких реальных активистов за установку. Ну, мы, наверное, одни из тех, которые ведем большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Совместно вот с нашим отделом тоже молодежи. У нас есть активные ветераны войны, которые бывают и в школах, и в кадетском корпусе везде. Ну, и самое-то основное, конечно, мы принимаем участие всегда в дне приземника. Мы, наши члены комиссии, вернее, члены Совета ветеранов принимают участие в призывной комиссии. И самое основное, конечно, наши участники войны провожают ребят с этой площади на службу в армии. И приходят с такой гордостью, говорят, у нас есть такой капитан третьего ранга, Егоров Иван Иванович, бывший, значит, моряк, и говорит, Сегодня я в морфлот проводил 360 ребят с такой гордостью. И, конечно, нужно место, откуда бы провожать это, чтобы это было все так красиво, чтобы это было торжественно. Ну, не просто там из-за ворот выходят они группами такими, а вот у этого места. Ну, и потом, когда мы вот это были сообщены, было нашему совету, всем нашим ветеранам, С восторгом все восприняли, конечно, эту идею. Понятно, что, уходя в армию, солдат подойдет к этой вот скульптуре и скажет, Я пошел, жди, я обязательно вернусь. И пусть после возвращения опять подходит и говорит, вот и я. Он может сфотографироваться здесь со своей любимой девушкой, со своей семьей. Это будет огромная память. Конечно, я считаю, что это будет великое торжество в нашем районе. Ну, и нужно, наверное, уже сказать, когда ожидается появление скульптуры. Ну, сейчас мы подошли к очередному этапу, это организации сбора средств, поскольку процедура эта дорогостоящая, и нам для создания скульптурной композиции, для создания памятника, для благоустройства территории нужно 2,3 миллиона рублей. Поэтому мы призываем горожан включиться в процессы, где каждый может внести свой вклад в создание нового культурного объекта на территории города и знакового для территории Красноярского края. Поэтому у нас открыт счет, это счет Совета ветеранов железнодорожного района. Можно и даже нужно переводить средства, ну, естественно, кто сколько может, на строительство этого памятника. Нет, я добавлю, могут приносить личный вклад делать. Мы откроем у себя, то есть, ведомость будет, и будем принимать эти деньги лично. Даже желающих, ради бога, будет много, мы думаем. Ну, для этого нужно обращаться в Совет ветеранов железнодорожного района, улица Ленина, 160, и номер телефона, если вы скажете. 221-33-13. Все, спасибо. Все, спасибо большое вам, да, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Да, я думаю, что действительно дело хорошее, почему бы и нет. Напомню, в гостях у нас были Андрей Злобин, главный специалист администрации железнодорожного района, Андрей Касаткин, главный архитектор проекта, член Союза архитекторов России, Вера Баталова, представитель Совета ветеранов железнодорожного района. Спасибо вам большое за рассказ и удачи в этом деле.